Друзья, вот мы и подошли к самой церкви с интересной историей, носящей имя Феодорской иконы Божьей Матери. Она построена в честь чудесного спасения императора Александра II, когда рабочий спас его от пули, выпущенной народовольцем. И на собранные деньги был в связи с этим чудом построен храм. Он считается железнодорожным, построен напротив станции, напротив вокзала. И железнодорожные рабочие приложили много усилий, чтобы храм был возведен. Друзья, и батюшка, когда в 1924 году храм был закрыт революционерами, понес мученическую смерть в лагере, его растерзали за веру собаки. Это имеет место быть в истории. То есть, нацисты были везде. Перебор огромный был во всех временах, во всех случаях. Можно сделать выводы, что никакой цивилизации как не было, так и нет. Церковь из красного кирпича и очень интересной архитектурой. Давайте зайдем внутрь, обойдем церковь. И я найду вход. Я уже вижу территорию здесь по-спартански. Минимализм в украшении. Дизайна практически нет, что вполне нормально. Мне нравится как дизайн, так и отсутствие дизайна. Главное архитектура и святость. Есть ли здесь святость? Друзья, даже здесь есть минимальные вибрации силы. Не знаю, как внутри. А здесь, хотя и напротив у нас, кстати, пункт полиции, все равно присутствует, так как храм очень древний. И сейчас в нем проводятся службы. Но этого мало. Конечно, служить должны духовные люди. Священники ведь тоже разные бывают. А вот и железнодорожная платформа. Друзья, все, что вы хотите, кстати говоря, покушать, погулять по торговым центрам, это нужно на улицу Лопатина. Сначала мы с вами обойдем территорию. Дизайн, хоть и небольшой, но он есть. Можно отдохнуть на лавочке. Как я и сказала, территория небольшая. Привлекает именно архитектура и история храма. Туи растут. Вполне все прилично и красиво. Когда храм закрыт был в 1932 году, он был передан в Союз Молоко. В 90-х, соответственно, реконструировали, произвели реконструкцию масштабную. И вскоре храм был открыт для посещения. Выхожу я через другой вход. Друзья, вибрации есть как снаружи, так и внутри. Внутри еще больше. Он очень обширный, внутри храм. И там приятно находиться. Жаль, что я только сегодня пришла сюда перед отъездом. Возможно, было бы два дня ходить сюда. С железнодорожного моста прекрасно видно Феодоровскую церковь. Как и сам вокзал. А мы с вами будем прощаться с храмом, посвященным Феодоровской иконе Божьей Матери. Как и с самим городом Ковровым. Мне здесь было очень хорошо и приятно. Я бы с удовольствием посетила город вновь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!